приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби сегодня приехал обжигать казан подготавливать его к готовке заодно посмотрю как работает моя чудо-печка под казан короче покажу вам простой самый способ по обжиганию чугунных казанов и сковород без всякой соли а только с одним маслом способ быстрый займет наверное часа три может быть четыре будем смотреть уже в процессе как говорится обкатки такой друзья казан половник шумовочка покупал я это все в магазине hot market ссылочка будет в описании под видео заходите заказывайте хорошие цены быстрая доставка все очень оперативно и большой выбор такая вот печка обойду ее с разных сторон подготовим дрова зажгем печь и начнем обжигать в казан сейчас разгорятся дровишки и будем обжигать газа ну вот друзья огонь разгорелся теперь ставим казан на огонь желательно супручки не были возле вот этих отверстий можно было казан поднимать ну и теперь сейчас дадим еще немножко температуры немного дров подкинем и и будем обжигать казан и смотреть тот момент когда он начнет белеть прошло около 20 минут и казан начинает менять немного свет все буду говорить по времени сколько происходит вот через 20 минут нища меняет цвет прошло еще 20 минут как видно нища дно казана белеет еще больше потихоньку выбирает все лишнее с него дым немножко мешает снимать но процесс идет нормально я друзья конечно не утверждаю что мой способ правильный но как бы я всегда так обжигал чугунную посуду чугунные сковородки маленькие казаны и как бы все у меня получалось нормально соль я использовал несколько раз при обжиге чугуна честно скажу мне почему-то вот солью обжигать не очень понравилось может она и правильнее более или дома даже лучше обжигать если вы обжигаете на плите то солью именно из-за того чтобы не шала вот это вот гарь по квартире когда выгорает техническое масло и вот эти всякие покрытия защитные а вот если делать на природе например то я делал всегда вот так долгое время выжигал выжигал где-то около двух часов а после этого хорошо промывал несколько раз казан именно с хозяйственным мылом никакими средствами при этом не пользуюсь а только хозяйственная мысла мыло и как бы промываю выливаю и ставлю уже потом с маслом и консервирую дальше буду показывать дальше будет видно как я все делаю но я еще раз хочу повториться это лично мой способ и я никого не заставляю делать так как делаю я если вы считаете что я не прав прошло еще около 20 минут и теперь я вот казан ставлю вот так вот на бок и буду обжигать каждый бок еще минут по 20 по 25 цвет меняется в казани хорошо видно если дым не мешает но сейчас будем прожигать вот так вот с каждой стороны время идет казан потихоньку прогорает обжиг идет хорошо прошло уже около получаса потихоньку все светлеет короче процесс идет друзья но занятие сразу скажу это очень долгое прошел еще час короче уже обжигаю я примерно два с половиной часа и вот знаю как сейчас будет видно но видно что выгорает краска потихоньку этот слой защитный видно будем еще обжигать и обжигать еще думаю час точно буду обжигать ребята так обгорит включусь покажу прошло еще 40 минут видите казан посветлел теперь сниму его остывать и как только чугун остынет я буду его мыть водой с хозяйственным мылом хорошо промою пару раз казан крышку еще раз поставлю на огонь прожгу и буду его консервировать как говорится маслом достал казан остывать пусть сбросит температуру и хорошо его промоем огонь нам еще понадобится я остыл казан и я его теперь хорошо промываю сполоскиваю примерно сполосну его так раза два и потом поставлю опять на огонь помыли хорошенько казан теперь ставим опять на огонь и еще раз его прокаливаем сейчас он хорошо прокалится подождем немного когда огонь уменьшится и будем консервировать его маслом казан хорошенько нагрелся теперь масло теперь сделал такую вот паклю с марлей и будем постепенно обмазывать казан со всех сторон равномерно покрывался друзья маслом чтобы масло у нас не перегорело если видите что оно начало дымится то лучше снять казан с огня и вот этим вот горячим маслом хорошенько его обмазывать потом лишнее масло сольем и все будет отлично казан остыл казан теперь я его протираю сухой чистой кряпкой вот смотрите как он красный красиво выглядит казан законсервирован и ржаветь не будет ну а следующее видео друзья у нас будет по приготовлению вкусного плова кому интересно оставайтесь на канале и смотрите на этом друзья буду заканчивать всех благ вам вашим близким до новых встреч вот друзья казан почти сутки отстоял на улице была такая пасмурная погода ночью шел моросил небольшой дождь ну сейчас посмотрим состояние казана после вчерашней вчерашнего обжига и как мы его законсервировали ну вот друзья все отлично нету ни ржавчины ничего как видите равномерный слой масла все отлично я доволен я рад консервация прошла успешно теперь будем готовить